Учёными открыт новый вид рыб. Рыба-сволочь. Не ловится и всё. Парень входит в женское общежитие на вахте дежурная. Вы к кому, молодой человек? А вы к кому порекомендуете? Вот смотрите, вот смех, а вы в проблему войдите. Она уже испортила настроение, парень. Он ведь знал, куда шёл. Она уже остановила его. А потом таблетки от импотенции. Вы не останавливаете людей. Не допрашиваете их. Он идёт, пускай идёт. Наоборот, добро пожаловать. Проходи. И девушки выглядывают, которые зовут. А этот первый тормозят тут же. Куда? Кому? Зачем? А потом импотенция. Или вот сейчас. Сверх актуально. Чиновник из Балаклавы сообщил царю, что город хочет обрести суверенитет. Николай прислал телеграмму. Закусывать надо. Еврей-извозчик промышлял контрабандой на русско-австрийской границе. Возил мешки. Говорил сюда, корм для лошади. Но его пропускали пограничники-таможники. Один раз взяли, проверили мешки. Там чай. И это что, корм для лошади? Евреи отвечают. Это её дело. Я ей всегда говорю, хочешь жри, хочешь не жри. Всё. Почему князь Владимир выбрал для Руси христианство, а не иудаизм? Чтобы через тысячу лет все не сбежали в Израиль. Купчиха Семежопова написала на высочайшее имя прошение об изменении неблагозвучной фамилии. Николай Второй начертил резолюцию. Хватит и пяти. Раз не нравится ей. Ваш банк даёт частные кредиты под честное слово. Без проблем. А я не отдам. Ну вам же стыдно будет перед Всевышним, когда предстанете. Да, ещё далеко. Но вот пятого числа не отдадите, шестого числа и предстанете. Ну и последнее. У нас же год семьи, да? Это год как бы актуальный. Восьмое марта, по-моему. День весны. Идёт мужик по улице, смотрит у бара, стоит девочка. И плачет. Ну чё ты плачешь? Мама заболела. А чё ты танцуешь? Музыка хорошая. Вот я и хочу, чтобы весной у нас у всех было хорошее настроение. Чтобы мамы не болели.